В Москве возобновили работу торговые центры и промтоварные магазины. Распахнул двери и знаменитый ГУМ. Заходить нужно в масках и перчатках. При этом москвичи имеют право гулять только по графику. Я ждала этого дня, как только я услышала, что с 1 июня открываются парки, открываются магазины. Я сразу же себе посмотрела, во-первых, как только этот график появился, не буду его характеризовать никак, что как раз сегодня прогулочный день мой официальный. Я была страшно рада, что я смогу сегодня прям с утра. Я отвинила все дела, встала и пошла гулять. Продавцы также рады покупателям. Два месяца нерабочих дней сильно ударили по бизнесу. Вы знаете, наконец-таки наступил тот день, когда двери ГУМа открылись. И мы с удовольствием рады вас приветствовать в этом прекрасном торговом центре и в наших магазинах. Добро пожаловать! После введения режима самоизоляции, продолжали работать аптеки, продуктовые и зоомагазины, а также салоны связи. Теперь разрешена продажа цветов, канцелярии, одежды и обуви, игрушек, хозяйственных и других товаров. «Людям нужно зарабатывать, людям нужно работать, людям нужно оплачивать кредиты, потому что никто их не отменял. Людям нужно работать». Помимо торговых центров открылись и небольшие магазины с отдельным входом. «У меня ощущение, я очень рада, что мы наконец-то открыли, что мы можем общаться с нашими покупателями. Они очень по нам соскучились. Сегодня было много народа с утра. Люди приходили и говорили, что мы очень рады, что наконец-то все стало работать». Также возобновили работу автосалоны, химчистки, прачечные и ремонтные мастерские. Людям разрешили гулять в парках, но спортивные и детские площадки по-прежнему закрыты. Режим самоизоляции в Москве продлён до 14 июня, и многие ограничения пока сохраняются. Их планируют снимать поэтапно. По данным Роспотребнадзора, на 1 июня в России в общей сложности выявлено более 414 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 4855 человек, почти 176 тысяч выздоровели. В Москве заболевших больше всего – 183 тысячи смертей, более 2500. При этом с 16 мая число новых выявленных заражений в сутки не превышает 4000.